Продолжение следует... Летопись, в которой было указано, вот это вот все переписано было сто раз, и потом романовские все летописи, в которых был Годунов главным кровопийцем. Потом Платонов, потом современные истории, уже взвесив вообще все. Он не просто так выступил Погодин. Оказывается, он обнаружил не копию, а прямо подлинник уголовного вот этого дела комиссии Шуйского. И когда вот это все стали разбирать, настолько факты все сплетались один с другим, не было практически ничего возразить возможности. И он убедил, и Платонова потом, и Скрынникова, это именно он убедил в том, что причиной гибели царевича Дмитрия был несчастный случай. Там еще даже такие интересные вещи. Он царевич упал... Не посадил, а убедил. Да, убедил. Они просто благодаря ему. Там такая была расщелина, где они играли в этот самый ножичек. И ножик упал, и воткнулся укояткой вниз в пенек, в такую, в колоду. И когда он хотел этот ножик достать, его в этот момент ударило судорогой. И он упал в эту яму, в овражек. Прямо упал на этот ножик. Там прямо дети все эти, которые были там, они все это видели. То есть, ну, произошел самым таким... Нелепым. Нелепым, да. К тому, что это было действительно вот реальным образом был несчастный случай. Значит, а теперь мы должны с вами перейти к истории самого Бориса Годунова. Его именно вот этого периода. Мы уже говорили о том, что царствование его продолжалось 20 лет. С царствованием вместе царя Федора. Но вот его именно... Сам его период, который он прошел, когда он именно сам царствовал. Был сам государем московским и всей Руси. Значит, мы уже говорили с вами о том, что Федор Иоаннович умер в 1598 году. Вот. И на этом пресеклась династия Рюриковичей. Он оставил завещание. Он оставил завещание о том, что оставляет своей супруге Ирине. И как бы хочет, чтобы она была у власти. Был сразу же собран Земский собор. Значит, это вот прям 27 февраля 1598 года. Значит, Земский собор сразу же первым делом вот это завещание. И к Ирине была отправлена целая делегация из высокопоставленных бояр. Но Ирина отказалась от царства. Отказалась. И, ну, ссылаясь там на многое, на всякие свои немощи, на то, что должно мужу крепкому управлять и прочее. В общем, это приняли сразу бояре на счет Бориса Годунова. И тут мы видим с вами, что даже более близкое царское родство, там, может быть, шуйские и прочее еще что-то. А вот своячничество сыграло вот эта женская линия. Кстати, он же был мужем дочери Малюты Скуратова еще вдобавок. И вот это ближайшее своячничество к царю, оно оказалось выигрышным. Да и вдобавок, конечно, слава была неимоверная у Бориса Годунова. Вот сколько там за Путина проголосовало, 76 и 69, три шестерки проголосовало это самое за Путина, за президента. Я думаю, наверное, за Годунова 90-й процентов бы в этот момент проголосовало. Почему? Потому что я специально распечатал сейчас вот тут несколько письм посланицов всяких французских, английских и прочих. Вот они пишут, что почитание Годунова, как Бога в России, выходит из собора и раздает милостыни, люди рядами лежат, бегут, целуют ноги, кричат, восхваляют и славят его всеми возможными только способами, прославляют царя. И действительно, народу стало легче жить. То есть, какое-то вот такое государственное наступило затишье, возрождение. Он дал по ушам шведам, крымским татарам. Кстати, это тоже все вошло в Никоновскую, Романовскую потом летопись о царствовании. Иов написал о царствовании Федора Иоанновича. И потом уже на этом основании, как житие получилось, коммунизировали на основании этого. Ну, что произошло? Произошло то, что эта слава привела к тому, что Земский собор присягнул на верность Борису Годунову. Это уже была такая древняя традиция, присягали на кресте. И здесь особо все бояре, причем и Романовы те же самые, все-все-все присягали на кресте. Да, давайте, давайте, может быть, что-то упустил. Да нет, ну, маленький не так, чуть-чуть. Правильно все, но немножко более это самое, сложно. Годунов, во-первых, сам сказал, что не надо мне боярского утверждения, а надо только земля меня может поставить на царь, поэтому собрали Земский собор. Земский собор присягнул, а бояре не присягали. Эй, бояре сказали фиг тебе. И очень долго их колобродило, там, прям буквально, ну, недолго, там, месяца два, наверное, прошло. Они ни в какую не отказывались подписать. То есть Годунов не мог венчаться на царство законным способом, потому что после Земского собора должна была утвердить Боярская дума это решение. И тогда Годунов в своем духе провернул операцию. То есть, получается, земство поклонилось, а боярство... Да, и Годунов провел еще одну операцию в своем интересном духе. Как с ревизиями. Нет, прибежали гонцы и говорят, Крым-то идут. Ух ты. Да, а по правилам, извините, сразу Годунов, военачальник, ну, автоматически, он хоть и Земский собор, но уже практически царь, хоть только Земским собором, а по правилам все бояре автоматически становились воеводами при военных действиях. И они должны были целовать крест. Ну да, потому что... А иначе, если ты не целуешь крест на предателях, значит, ты предатель твою ссылку. И вот они... Не захотели все. И вот они, скрипя зубами, все перецеловали крест и выдвинулись в поход. В походе обнаружилось, что крымских татар нет. Ну, отступили. Передумали. Все. Вернулись, еще раз перецеловали крест, опять же, скрипя зубами, и уже совершенно законным способом, хоть и в таком интересном Годуновском стиле, Годунов вступил на престол. Ну, видите, насколько политически мудрая личность. Да. Значит, что нужно еще сразу же упомянуть. Вот только придя к царству, он уже... Это был не новичок, которым ничего не разбирался, ничего не знал, ничего не понимал. Это был человек, много лет стоявший в власти. Он первым своим делом поставил... Вот то, что, помните, из-за чего были скандалы и прекратилось общение Бориса Ивана Грозного с Европой, когда пытались приглашать инженеров, архитекторов, и поднялся целый хай, не пускали в Россию грамотных людей, ремесленников, не пускали Борис. С чего, практически Ливонская война. Да, из-за этого началась Ливонская война. Борис Годунов вернулся к этому вопросу, и началось небывалое сближение с Западом. Когда нам говорят что-то про Петра Первого, вы знаете, что это ворованное житие Бориса Годунова. Да, при Борисе. При Борисе было больше начато и сделано. Петр продолжил дела Бориса Годунова. Больше он, конечно, не успел. Успел, успел. Он за 6 лет своего царства... Много сделал, да. Давайте возьмем то же самое. Смотрите, Петр, шведская война. Борис Годунов, шведская война. Дальше, поход на Азов, Крымская война, Петр Первый. Борис Годунов, Крымская война. Инженеры, архитекторы, строители Петр Первый, Борис Годунов. Значит, врачи. А вы знаете о том, что Борис Годунов открыл университет Московский Первый? И только дракой, дракой. Нет, Московский... Да, Иов чуть не лег костями, Иов. Борис Годунов, потому что боялся, что будет вхождение ересей на русскую землю через этот университет. И Борис Годунов вынужден был, он уже договорился с профессорами, которые уже ехали сюда для открытия университета. Это в 15 веке. Но темнота поповская темнота. Да, но поповская темнота, идиотская поповская темнота, вот это страхи вот эти митрополитчьи. Привели к тому, что мы университет получили на, там сколько, через 100 лет, больше, больше 100 лет прошло. Еще там через 100... Да, прошу, аж после Петра, да, ну к Петру Первому аж там. Вот, это только удивительная вещь. Это я тоже был настолько удивлен, что все уже было сговорено, уже приехали профессора, уже было жалование, было им определено государское. Место, где должен был находиться каменный этот, да, университет, да. И только дикими криками патриарха, все это, ну, не решился Годунов, вот. Позвольте пару слов, ага, по этому поводу, значит. Я так, я вот сколько, я, Жень, вот и всеми, я никогда не слышал об этом, что Годунов собирался открыть университет московский. Спасибо, я тоже не слышал об этом. При этом Годунов посылает еще учеников учиться за границей, и первые ученики проехали при нем. Абсолютно верно, как у Петре Петре. Да, я про это и говорю. Но при этом, когда вот это все, все-таки не получилось открыть университет, своих детей он учил очень тщательно. Он нанимал лучших специалистов Запада, и его сын Федор был грамотнейший человек. Он его готовил прямо в правителе, я не знаю, каким высоким способом Федор Годунов, Федор Борисович Годунов, автор первой карты России. Да, 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 да. 16-летний вот этот книжка. Да, да, да. Вот смотрите, что пишется. В Москву приехали купцы, врачи, промышленники, военные, ученые люди. Они сразу получали должности, хорошее жалование, а многие получали землю с крестьянами. Намерение же твердое и серьезное царя Бориса открыть московский университет с выдачей уже жалований земель профессорам европейским, ему помешало консервативное духовенство, боявшееся, что вместе со знанием на Русь придут всяческие ереси. То есть лучше быть идиотами, лишь бы какая-нибудь ереса. Если они станут грамотой, иначе будут с нашими сами разбираться. Вопросы создавать начнут, на которых, да, религиозно, на которых вопросов не будет. В общем, Башкиных и Косых за это повесили. Да, а теперь вот мы опять, дальше смотрите. Европейская культура проникла в русский обиход. Это касалось, во-первых, одежды, жилья, светских церемоний, а также таких же вещей, как бритье бород. Кто говорит, что Петр Первый придумал брить бороды? Борис Годунов начал требовать бритье бород. Борис посылал русских людей на обучение за границу. Но и здесь опять победил Лондон. В общем, назад ехать они не хотели. Да, впрочем... Один даже пастором остался в Лондоне. Впрочем, и у Петра Великого были с этим проблемы. Вот, можно также отметить и другие очень-очень схожие стороны в политике этих двух правителей, которых разделяет более ста лет. И сближение с Европой, перенесённое культуру на русскую землю, вот именно из-за этого поповского упрямства, может быть, и смуты бы никакой не было, из-за поповского упрямства и из-за смутных времён отложилось больше, чем на сто лет. Вот мы всё с вами говорим, вот это отставание. Вот вам, пожалуйста, ещё сто лет. Что мы можем ещё, должны здесь обязательно с вами заметить? Да, вы говорите же, если что-то есть, всё... Да, нет. Я что хотел буквально сказать? Одна здесь есть очень серьёзная вещь. Борис Годунов, премьер-министр, бывший за спиной Фёдора, это величайший правитель. Но как только он стал сам царём... Пошла полоса невезения. Пошла полоса невезения. Почему? Но через два года всё. Да, первые два года. Первые два года всё было идеально. То ли он заразился от Ивана Грозного вот этой подозрительностью бесконечной, потому что он же был опричный, как видел это всё, что бояре-дворяне творили, что они делали, как травили. Причём травили так, я вот сейчас тут читаю, люди вообще боялись есть и пить, где-нибудь придя. У нас любят очень, знаете, этого ругать папу Александра Шестого Борджа, что он кардиналов травил. Да раз кардиналов шкирит и всё. У нас травили так, что кардиналы позавидуют. Почему? Стали приезжать вот эти учёные всякие, и с ними в первую очередь поприезжали аптекари. Потому что, ну, самый доходный больной человек всё же хошь, отдаст, нам лекарства, здоровья и всё. И началось использование нехороших веществ, которых раньше никто не знал. А тут аптекари понавезли всякую сурьму и всякую мышья, и всё стало травиться. Дошло до того, что Борис Годунов даже был вынужден аптечный бизнес прекратить. Допустим, на одну слободу была только разрешена одна аптека. А не так, что на каждом углу сидела бабка-клюшница, которая торговала самогоном и ядами. Чтобы могли бояре друг дружку там травить и делить имущество. И вот что, вжил человек раз и умер к обеду. Позавтракал хорошо, а к обеду плохо умер. И непонятно, что было, чего, как опять вот с Крипалём, экспертиза там, каким газом кого травили. И вот Борис Годунов со второго года своего царствования начал репрессии всяческие. Причём поначалу немножко, потихоньку, потом сильнее. Да, слушаю. Да, вот по этому поводу, пока вы не наговорили, не прошло, что я не прошу прощения. Давайте, давайте. Нет, возможный вариант. Дело в том, что это было опять же не просто так. Это опять же вот эти романовские... Конечно, это несомненно, что... Я же не говорю, что это было... В 1600 году на Русь с посольством приехал польско-литовский канцлер Лев Сапега. Сапега, ну в прошлый раз. И очень, да, и очень долго вёл переговоры в Москве по всяким различным вопросам. Видимо, о разделении сферы влияния. Но при этом Романовы повели себя очень... Они вступили в сговор с Сапегом. Сапега, это не совет, очередное предательство. Да, и сегодня конкретно историки говорят, что Сапега вёл с Романовой тайные переговоры о том, как назначить самозванца. Вот, потому что Гришка Отрепев вылезает прямо вот в эти времена. Прямо в эти времена он везде образуется. Вот, и дело шло к конкретному уже даже вооружённому перевороту. Это всё подготовил вот этот посланник Польша. Я не говорю уже ни в коей мере, что это было беспочвенно, что ударило голову в голову, и он просто на ровном месте начал доделывать. Буквально готовился вооружённый переворот. К Романовым на подворье, на Варварку собирались их дворовые люди. Холопы начали съезжаться. Они специально подгохавливали. Боевые холопы? Да, да, да. Боевые холопы, такое название было. Боевые холопы так и называлось. Это дети боярские, это боевые холопы. Ну да, я просто говорю. Вот, это... И Годунов, конечно, не тот человек, который бы об этом не узнал. Он просто провёл ударное опережение. Он арестовал всех Романовых. Ну да. Ворвались во двор. Кстати, у этого только... Разогнали всех этих... Все эти боевые холопы разбежались. Все Романовы были арестованы, все поголовно были арестованы. Они, кстати, два раза пытались. Сначала они первый раз Романовы пытались там устроить нападение прямо на Годунова, и Годунов выкрутился там. Я про то, что это интрига, связанная с деятельностью зарубежных посланников. Да, 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 зарубежных посланников. Резидентуры. Ну да. В поиске-литовской. Лев Сапега, конца, вот такое вот провернул здесь. Я верзну даже больше сказать. Я думаю, именно в этот момент Романовы решили провернуть операцию под названием Гришка Отрепьев, под названием Ж.Дмитрия I. Так и выходит, да? Потому что получается, что именно в это время началась проработка этой идеи на Западе. Английские послы, польские короли, бегство Отрепьева в Литву, все это началось именно вот как раз в этот период, когда Годунов дал по шапке Романовым. То есть они пытались устроить прямо реальный московский переворот. Причем делалось это вот действительно таким образом, как вы рассказываете. Собирались холопы, которые накричать начинали, например, там, Годунов антихрист, там, или Хай жива вильна Украина, или еще что-нибудь. И начинались крики, и под этот шумок кого-то били, а потом разобраться невозможно было, как с царевичем Дмитрием. К чему мы можем сказать, что Романовы выступили как, ну, извини, пятая колонна. Ну да, ну, не только Романовы. Я думаю, в этот момент и Бельские тоже, и все выступили. Бельский тоже получил. За что? За то, что при избрании Годуновой власти он пытался с некоторыми боярами вытащить этого из Нафталина. Да, да, да. Семена Бигбола. И Бельский получил за это. Это точно как, знаете, в Ветхом Завете, когда этот брат царя Соломона попросил себе жену царя Давида. То есть еще была жива царя Давида, жена, и он ее попросил себе. И Соломон понял, что это притязательство на царство. То есть, да, он получался, если бы его брат женился на, получается, его как бы мачехе, то Соломон получался своему брату чуть не сыном становился. То есть, понимаете, как, вот вроде мелочь какая-то, а такой вот раз Бигбулатович из Туманова, да, да, на этом тоже закончится. Ну, поэтому, все-таки, знаете, я не к тому, чтобы это совершенно было на пустом месте, вот ударило в голову Годунова, нет. Но все равно репрессии этих всех бояров привели к тому, что они начали распространять о нем жуткие слухи. И вот что они могли сделать? Вот он их наказывал за измену государству, за реальные, причем польские интересы больше, чем наши российские. Нафига нам нужны эти польские собаки или английские крысы? Не нужны они нам совершенно, абсолютно не нужны. Но они с ними вступали в сговор для того, чтобы где-то что-то, хап, и власть захватить, а потом дальше разберемся, неважно как. И вот надо поколебать было в народе веру в Бориса Годунова. То есть, вот это очернить и прочее все остальное. Конечно, это царевич, погибший, Дмитрий Угличский, в первую очередь, который, это был самый страшный слух. Потому что оправдаться Годунову так не удалось, так они профессионально... Мальчики кровавые глаза, у него запрыгали. Я, кстати, где-то здесь тоже себе напечатал. Боже мой, что только наши писатели всякие не писали про про Бориса Годунова. Я бы еще... Еще бы отметил важный момент. Вы его, конечно, знаете, но просто почему-то упускаете. Сегодня вам любой романофил, последователь романовской династии, сегодня их таких... Скажет очень четко. Я забыл совсем. В это время был сослан с Романовыми Филарет, будущий патриарх. Он был глава вот этой всей заварушки. И будущий патриарх... Вы можете представить, что они писали о Годунове, когда он потом стал патриарх? Да. Вон Филарет потом составил специально новый летописец и не помер. Пока он этот новый летописец не выпустил. Это, получается, отец Михаила Романова, который стал... Ну, ладно. Тут вам любой романофил скажет четко. После того, как арестовали Романовых, Бог наказал Годунова голодом. Да. Это мы не упускаем. Это мы правдом. И сразу же после ареста Романовых долбанул первый неурожайный год. Это 1601 год. Да. 1601 год. Значит, я вам даже не просто... Я прочитал это тоже из летописи специально. Да, да, да. Рассказывал. Помните, я вам говорил про ведьму, которой ходил Годунов гадать? Значит, это тоже такая красивая сказка, но суть в ней интересна. То, что... Знаете, что происходило? Происходила удивительная вещь, Жень. Значит, весной стаивал снег и начинал... Значит, так называемый малый ледниковый период. И начинал идти беспрерывный дождь. С мая месяца по сентябрь месяц и шли беспрерывные дожди. Редкий день, пишут современники, был без дождя. А если солнце показывалось из-за облаков, то это была великая радость. Так вот. Люди худо-бедно в эту грязюку сажали какие-то овощи, сажали пшеницу, там, и прочее, и все остальное, старались. И это худо-бедно, хиленькое. Ну, что может без солнца вырасти? В сентябре месяце что-то вырастало. И вдруг, в первых числах сентября, били жуткие морозы. Укрывалось вот такой коркой льда. На сквозамерда, укрывалось вот такой коркой льда, все, и все эти помидоры. Единственное, что, говорит, оставался небольшой урожай капусты, которая не боится заморозков. Люди вот могли эту капусту только собрать. Вся пшеница ложилась вот под такой лед, в грязь, причем поколенную грязь. И сверху была корка, на которую наступаешь, и по колено проваливаешься под ней в грязь. В следующий год, опять повторяется то же самое. Да, в мае месяце сходит эта ледяная корка снег, и начинаются дожди, которые идут до сентября месяца, и в сентябре месяце, в первых числах, даже до Рождества Богородия, то есть до 21 сентября, раньше, ударяли морозы в первых числах сентября, и опять все замерзло. Ну, и на третий год. И три года. И три года так продолжалось. Да, это было такое, по сути, дело, ну... Значит, смотрите, что это такое. Романовским последователям, надо бы сказать, что всю Европу наказал. Это было везде. Значит, Бог наказал за то, что Годунов арестовал Романова. Вот так, получается. Здесь получается, что, да, это... Ну, здесь неудивительно, потому что физики раскрыли эту тайну. Оказывается, в эти годы произошло нарушение, сбой в течении Гольфстрима. Ну, не только. И не только. Там еще что-то произошло. В свяжении вулкана огромного на Латинской Америке. А это неудивительно. Если вулкан, да, он закрывает атмосферу, солнце плохо греет, Гольфстрим, теплое течение не дает теплое. Я вам скажу, малый ледниковый период начался с 14 века. Ну, да, с попеременным успехом. И попеременным успехом он продолжался. Вот это вот было быстрение, очень сильно. В Темзе замерзало в 1608 году. Это был апофеоз. Это был апофеоз, да. Период, да. И набралось до России, да. Да. Значит, мы еще тут мы с вами упустили фразу интересную, если мне написано. Бельский за что по шее получил? Он говорил, Борис царь. Говорит, да-да-да, Борис царь на Москве, а я в Борисове. И выдрали ему бороду за эту фразу. И сослали его к какой-то там... В царев Борисов. Да, да. Значит, что началось? Началось жестокое уныние. Потому что начался голод. Прямо так и написано в летописи, что началось жестокое уныние. И превратившееся в настоящую, самую настоящую катастрофу. Вот в этот момент бояре и воспользовались аккредитанием. Значит, что произошло? Произошло просто все. Холодильник, как у нас говорят, спорит с телевизором. А здесь подорожал хлеб в сто раз. Деньги обесценивались, а продовольствие дорожало. Не знаю, почему. Не знаю. Это я спрашивал, кстати, у нас у профессора, преподававшего у нас церковную историю. Значит, проблема в чем заключалась? В бояр были такие запасы, что можно было Египет прокормить. Царь открыл все амбары свои. Царь открыл казну. Нищих кормили, нищие собрались. Все собралось в Москву. Бобросав свои пожитки, даже в самых отдаленных местах, люди и шли в Москву. Царь всех кормил. Причем от доброты и сердечной всех кормил. Почему царь не заставил бояр продавать хлеб, неизвестно. Хотя он издал указ, по которому было какую цену. Максимальную нельзя было выше цену ставить за хлеб. Но почему-то он не принудил бояр, то ли боялся боярского восстания, то ли еще чего. Хотя он мог все. Он старался с боярами навести все-таки. Он репрессировал, но с остальными... Хотя он мог все. Он мог все. И вот почему-то он не... Если бы он заставил бояр... Причем вы знаете, что когда голод кончился, бояре выбрасывали запревший хлеб в эти три года голода. То есть они так его... Они все ждали, когда еще дороже станет. Когда еще больше. Не продавали огромные запасы. Как кулаки поступали. Да, как кулаки. В 20-е годы. Он мог это достаточно было... Принейты. Маленькую продразверсточку. Забиралось... Все делалось очень просто. Как при Серге Радонежском. Забирался этот боярский хлеб и в монастырях раздавался ни с чем. И вся бы проблема разрешилась. Еще и в монастырях бы готовили и кормили... И хватило Годунова на то, чтобы вот в этот вот уникальный момент начать действительно кое-кому делать секреты секты. Да, он наказывал тех, которые завышали хлеб секты и спекулянтов. Но очень слабо. Да, но это слабо получилось. Успеха не добился. Он... Надо было принимать шесточайшие меры. Да, 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 да. Люди начали думать, и не просто думать, потому что именно Романовы и прочие-прочие-прочие враги их на Сударевы стали говорить, что это кара Божья. И именно, что царствование Бориса Годунова не благословляется Богом. Оно незаконно и неблагословенно Богом. И поэтому в народе стала зреть прямо ненависть к Борису Годунову. И тут же, в это время, прямо расцвело движение уже Дмитрия. Он уже, Дмитрий, именно в этот период идеологию пробивает. Да, пробивает идеологию. Он объявился в это время в 63-м году. Конечно, конечно, в Польше. Он объявился с чем? Он пришел к королю и сказал, в России голод, смута и бунт, вот я царевич законный и прочее-прочее-прочее. То есть именно в это время созрела идея его запустить как... не без помощи иезуитов различных английских посланий. Конечно, конечно, конечно. Значит, смотрите, что даже Государь Годунов делает. Он на временное восстановление Юрьева дня идет. То есть опять восстанавливает разрешение крестьянам. Чтобы крестьяне могли уходить. Да, чтобы могли уходить. Да, да, где можно было что-то поесть. Тогда на него ополчились дворяне. Да, тогда ополчились дворяне. Тогда он разрешил им выезжать вместе с крестьянами, и перевозить их на другую землю. А то же хоть как избавиться от окончательного разорения. Надо отдать должное. Годунов делал все, что возможно. Все, что он мог в своих силах делать. Но надо было принимать жесткие меры. Ну, да. Но этот шаг не помог. И начались народные бунты. Значит, массовый год. Вот это 2003, 2002, 2003 год. Холопы, казаки, беглые. Под руководством был хлопок такой. Хлопок, ослабок. Да, да. Который поднял поцелуе повстанческое движение. Охвативших 20 уездов. Центральной России и Юг. Можно. Оставшие объединились. Крупные силы двигались на Москву. Да, да, да. Там, смотрите, такая ситуация была. Ведь три года совершенно нет урожая вообще. То есть кормить-то чем-то надо. Это же, ну, все-таки, искались же пути-то. Закупалось зерно. За границей. За границей. В Средней Азии. Персии. Персии. То есть поступление через Волгу. Тащили эти баржи. То есть государевые люди все работали на этом, чтобы тащить баржи с юга. Понимаете? И в это время, когда уже это самое, голос все равно, эти, ну, все равно это мизерное поступление. Конечно. И в это время взрывается разбойничий восстанец. Кто такой был Хлопко-Косолап? Он собрал вокруг себя не просто крестьян каких-то. Казаков. Нет. Там были казаки, дети боярские, эти самые вооруженные холопы. Да. Это были дворяне. Дворяне-разбойники, которые грабили вот эти вот мизерные караваны. Понимаете? Они на них набрасывались, они их грабили. Они все перекрыли. И потом они поперли на Москву, чтобы забрать, ага, там что-то кормит этот гадунов, значит, у него что-то есть. И поперли на Москву. Вот это вот два тага вот этих вот разбойников самых натуральных, она поперла на Москву. Причем это было так много, что даже правительственные войска... Да, Иван Федорович Басманов возглавил. Он погиб. Да, да, да. И был убит в битве в сентябре 1603 года в сражении по Это разбойничье восстание, самое натуральное. Сам хлопок был тяжело ранен, взят в плен и казнен в Москве. Потом, как мы говорили с вами, хлеба было много, но бояре придерживали этот хлеб. Он уже прогнил часть хлеба от долголетнего лежания, но не продавали. И также именно в это время по стране стали ходить слухи распространяемыми, романовыми, что прирожденный государь, царевич Дмитрий, жив. Как только этот слух прошел, Ахатунов был ужасно напуган. Видимо, он осознал, что, использовавшись голодом, идея вот этого царевича Дмитрия получит народную поддержку. Он был очень испуган, и это на него произвело удар по его даже по здоровью. Звучающе. Да. Значит, Годунове хулители отзывались крайне нелестно, матерными словами, из которых самый мягкий, можно сказать, что рабский царь, разбойничий царь, это были мягкие слова, потому что вплоть до... Не будем сейчас, я хотел там несколько фамилий, могу назвать, вы сами поймете, о чем эти фамилии означают. Матерные, хорошие, матерные, крепкие татарские словечки. В начале 1604 года было перехвачено письмо одного иноземца, а иноземец этот был англичанин, и именно в Нарву, из Нарвы, в котором объявлялось, что у казаков находится чудом спасшийся, Дмитрий и московскую землю скоро постигнут большие несчастья. То есть идея интрига продолжалась, да. Вовсю пошла. Годунову хватило ума, и он 16 октября 1964 года, узнав, что Лжедмитрий из Горской и Поляков выдвинулся на Москву, тут же пригласил к себе патриарха, который проклял Лжедмитрия, как захватчика. И не отказался от своей у нас. До самого конца, даже когда они его потом там в душе, они живут до слепоты его довели. Это был первый патриарх, который пошел на такой героический Да, на такой героический патриарх, потом Ермоген там и прочее дальше взмут. Значит, но даже проклятие патриарха было слабее, чем народный вот этот маразм, который верил, что Годунов антихрист, да, а вот этот Лжедмитрий есть настоящий царевич Дмитрий, государь законный. Это всеобщее объяснование, это мы не раз наблюдали в нашей истории. Да, на пути Дмитрия открывались все города, открывались все деревни, ему несли остатки гнилого хлеба, ему кланялись и прямо он везде, где он проходил, воодушевление народа на его пути, воодушевление было. Люди встречали его, как вот того избавителя, который от голода, вот сейчас вот, и Господь вернет нам свою любовь и благодать вместе с этим, вроде бы, спасшимся царевичем. Это посложнее бывает в той рябочке. Ой, вы знаете, вот я не сомневаюсь. Я вам открою маленький секрет на будущее. Вы с удивлением узнаете, что Наполеона встречали с караваем. Я знаю, почему. И попы, причем, с золотыми ключами и золотыми караваями. Поэтому православного, так сказать, Лжедмитрия, я вообще не сомневаюсь, что его встречали с последними порками хлеба. Первый его поход все-таки был остановлен. Не, 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 так вот мы за это говорим. Однако, Годунову хватило ума, и в январе 1605 года отправленные Годуновым правительственные войска при Добрыничах, но это не народ. Народ Годунова встречал. Это именно правительственные войска при Добрыничах раздолбали, разбомбили самозванцев, который с немногочисленными остатками своей армии опять бежал в Путивль, а потом пошел к Сейзмунду за поддержкой. А как раз-то совсем немножечко осталось Годунову. И он пошел в Путивль, а потом уже к Сейзмунду за поддержкой. Он же даже не чаял, что ему придет, но и тут умирает. Да, ну что произошло? Ну, произошло вот что. Ситуация для Годунова, как говорится, будем говорить, осложнялась из-за состояния здоровья. Всегда так бывает. Уже, знаете, с 1000, я, по-моему, первое читал, где-то в 1599 году уже упоминаются у него всякие там проблемы и болезни. И, кстати, он нередко недомогал и в 600-е годы. Многие говорят, что у него было очень сильное давление. Он любил поесть, царь. Гипертоник. Да, гипертоник был. И говорят, что он ел, даже иногда так за пиром пил и ел, что чрезмерно. Он не увлекался алкоголем вообще, он не пил. Не пил. Ну, значит, пил морс. Не важно, что он пил, да, но это имеется в виду не то, что он был алкоголик, но покушать он любил. И вот что произошло. 13 апреля 1605 года он был весел и здоров. Много с аппетитом поел. Ну, весел он, влядь, был. Нет, прямо, ну, так написано, да, написано прямо вот конкретно. Борис Годунов веселым и здоровым поел много с аппетитом с утра. Потом поднялся на вышку, с которой часто, практически каждый день, любил обозревать Москву, как строились стены там и прочее все. Посмотрев город, он сошел, сказав, что чувствует дурноту. Позвали лекарей, которые уже успели к тому времени разойтись, потому что обычно они участвовали в царской трапезе утренней. Он приглашал их. Или вот здесь вот надо было кровь впустить. Да, да, нет, она сама пошла. А она пошла сама? Да, 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 неплохо, да. Она была не творить. В этот момент ему стало хуже, и из ушей, и из носа пошла резко кровь. Он потерял, значит, его успели постричь, монахи. Он потерял чувства и вскоре умер. Лекарь только пришел, он уже был мертв. Да. Лекарь пришел, он уже был мертв. Значит, что пишут английские авторы? Английские авторы пишут, что смерть Бориса случилась совершенно внезапно, и к тому же при весьма странных обстоятельствах, через каких-нибудь два часа после обеда, когда по обыкновению присутствующие при этом врачи уже удалились. Оставил царя, по их убеждению, в добром здравии, о котором свидетельствовал его хороший аппетит за обедом, а сударь вообще любил хорошо и плотно покушать. Хотя теперь позволительно думать, что в этом даже он доходил до излишества, но вдруг не только почувствовал себя дурно, но и ощутил боли в желудке. То есть могла быть язва, могла быть прободная язва. А мог быть и яд. Потому что очень странно, почему желудок болел, когда кровь из носа пошла. Да, кровь из носа пошла, из ушей тем более должна кровь. При отравлении мышьяком из ушей идет кровь. Значит, но прежде чем врачи явились на зов царя, царь скончался, лишившись языка перед смертью. То есть его еще и парализовало. То есть он говорить не мог. Незадолго до своей кончины он по собственному желанию с величайшей поспешностью был пострижен в иноческий чин и умер уже в монашестве. Ходили даже слухи, и опять смотрите, что распространяет Романовы. Обратим внимание, что распространяет Романовы. Что он отравился, Годунов. Не выдержав терзаний душевных, что он самоубийцем, мол, сам отравился. Кстати, потом они на этом основании развалили Годунову и его усыпальницу в Троице-Сергиевой лавре. И сделали так, что все семейство Годуновых оказалось на улице. И было в соборе, а оказалось все во дворе Троице-Сергиевой лавры. И еще, знаете, они еще и разграбили его могилу, оказывается. По распоряжению Романовых тайно было все вскрыто, перемешано. Оттуда были повытащены все кресты, драгоценности и все что угодно оттуда было вытащено. Потом найдена часть в романовских сокровищах. Это, скорее всего, при Алексея Михайловича было. Я тоже так думаю. Да, при Никане, при Алексея Михайловича было. Потому что, когда в 1945 году была вскрыта Герасимов, опять же, тот же самый Герасимов вскрывал захоронение, оказалось, что гробница была разграблена. И приблизительно при Романовых кости содержимых гробовок были перемешаны. И даже черепа не сохранились. Лица восстановить было невозможно методом антропологической реконструкции. То есть, представляете, они же там, не монахи же там копались в этих гробницах Троицы Сергиевой Лавры. Значит, пошел слух, что Борис Годунов отравился. По другой версии пошел слух, что он был отравлен своими политическими противниками. Но все-таки версия естественной смерти более вероятна, так как Годунов раньше до этого болел. Ну, может быть, травили долго. Похоронили его в Кремлевском Архангельском соборе. Тут же царем стал сын Бориса Годунова, Федор, юноша образованный и чрезвычайно умный. Просто вот это тоже нужно. Он унаследовал от Бориса Годунова все лучшие качества. Даже больше, потому что был, как описывают его современники, был более, чем отец, способен государственной власти. Возможно, от того, что он не видел то, что творилось в свои времена при опричнине. Возможно, то, что это был уже человек новой формации. Возможно, благодаря образованию, которое он новое получил. Это очень грустный момент, что Русь потеряла такого потенциального. Да, как мы помним с вами, когда потеряли, благодаря проискам Софьи Палеолох, потеряли Иоанна Младого, царевича, внука Иоанна Третьего Дмитрия, венчанного на царство, потеряли первого своего государя законного. И вот здесь опять Угличский Дмитрий, и вот теперь, пожалуйста, Федор Борисович. Федору, конечно, принципиально жалко. И ведь бояре присягнули по настоянию Иова. Иов заставил всех бояр присягнуть, целовать крест Федору. Они все были потом крестопреступники. Они потом возгонизовали заговоры, буквально через два месяца Федора с матерью задушены. Да, у нас благополучно целование креста. Федор еще и защищался. С проблемой. Потому что, к сожалению большому, когда вера становится государственной, она отрывается от своих истоков. И большей злобы себе трудно представить. Знаете, как вот один священник православный написал, ему сказал, один из Далай-Ламб сказал ему, больше злобы, чем вы, христиане. Я не знаю, кого назвать на вас, показать пальцем. Вы знаете, говорит о том, что нам жалко Христа вашего, которого вы не слушаетесь, не исповедуете. И вы не живете по его закону. Значит, что же произошло? Значит, Федора убили вместе с матерью. Причем опять их объявили самоубийцами. И похоронили их без отпевания. Да, за стенами кладбища, за оградой. Это вот те самые, которые лежат тоже все. Вот этот юноша защищался даже. Да, да, да. Бросился защищаться, схватил какую-то самую лестерся. И его жесточайшим образом просто убили. Но самое страшное, то, что ожидала дочь Бориса Ксении. Ее не убили, а ее сделали наложницей Лжедмитрия. То есть она... Пока он сдал свою Марину Мнишек, он с ней развлекался. Да, да, да. Он с ней развлекался. Причем это было такое... Какое-то... Я не знаю, это... Ну, не знаю, все равно, что сейчас бы Путин женился на Терезе Мэй. Кстати, она не замужем, и он свободен. Вот. Но представить себе вот этот маразм, то, что сами русские люди открыли Лжедмитрию, как говорится, двери и пустили его в Москву без всякого там... Еще дали царевую. Да, еще дали ему позволь, да, на поругание, да, дали русскую царевну. Это просто, ну, ни в какие вопросы, вообще ни в какие двери. Ну, дали бы ему какую-нибудь кобылу из этого самого, из конюшни. И хватило бы с него? Нет, нужно было вот это все делать. Значит, спровоцировано все это было, конечно, мятеж Лжедмитрием, который сказал, что воля Божья такова, что вот с убийством всего этого отродья Годуновского будет избавлена Россия. Вот гнева Божьего. То есть, как вот можно по-христиански поверить, что изнасиловав царскую дочь и убив царевича с его матерью, можно заслужить благословение у Иисуса Христа. Законного царя, царевича уже законного царя. Да, да, Иов только один остался, по сути дела, доверен, поскольку даже многие попы и архиереи встречали Лжедмитрия как избавителя народного. Значит, официально были объявлены, что они самоубийцы, и отравились, и вдобавок еще их тела были выставлены на показ, чтобы все могли ходить и смотреть. Затем торжественно из Архангельского собора вынесли гроб Бориса Годунова и перезахоронили его возле Лубянки в Арсенофьевском монастыре, кстати, вот такое лубянское место. Там же захоронили и всю его семью без отпевания, как самоубийца. Ну, потом уже немножко вперед забегу. При Шуйском останки Бориса и его жены, и сына, и дочери были перенесены в Троицкий монастырь. В 622 году там похоронили царевну Ксению, в иночестве Ольгу. Она приняла монашество после этих надругательств. Она накерпела. Да, Лжедмитрия. А в 1782 году разрушили в 1782 году по приказу Екатерины кусок развалили Успенского собора, чтобы Годунов оказался на улице. И пристроила она к собору совершенно не клеющуюся к нему дверь с надписью «Ведомому Богу», «Известному Богу», «Знаемому Богу». Зачем она это сделала? Видимо, тоже исходя из той же самой идеи, что... Ну, попы нашептали. Ей-то немки было дала почти, ей попы нашептали. Было все равно. Так, а так вот она, эта усыпальница, он был погребен в Успенском соборе и Троица-Сергиевой лавры. Ну, наверное, мы все-таки остановились перед «Смутным временем». Да, да, да. Потому что мы уже закончим этот период знаменитого XVI века. И если не возражаете, следующую беседу подготовим по... Смутному времени? Нет. А, по Сибири. По сибирским делам. Да, я хотел тоже часть затронуть, но подумал, если я сейчас... Давайте мы ее отдельно посвятим. Отдельно сделаем. Да, потому что оно получится... Это онов чрезвычайно много сделал для развития Сибири. Поэтому не надо далеко от него подходить. Все много, да? Ну, а патриархам тоже, вот, значит, ну, давайте мы еще закончим, наверное, или будем закончим ему уже, когда его возьмут заговорщики. Ну, конечно, это уже, начиная с Лжи Дмитрия, начинается конкретная смута, уже все. Тут совсем немножко осталось про патриарха, о том, что они поделали с ним. Нет, ну, давайте это потом уже следующее. Закончим уже там остаточек его... Патриарх Иов мужественно не признал самозванца. Да, и буквально, по сути дела, единственный он еще не признал. Ну, хорошо, давайте мы тогда в следующий раз Сибирь, и, может быть, немножечко самого Лжи Дмитрия затронем. Да, самого затронем Лжи Дмитрия. Ну, да, если будет время. Спасибо. С наилучшими пожеланиями, всего самого доброго и до встречи.